Время новостей на телеканале Оркин Медиа о событиях в Балхаше расскажут наши корреспонденты и я Виктория Буханцева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Несладкая жизнь в Балхаше увеличилась число детей, больных с сахарным диабетом. Должны проходить скрининговые осмотры, правосмотры. На телефоне какое наказание ждет заложенный звонок в службу ЧАЭС? Занимая линию, препятствуют работе экстренных служб. Быстрее, выше, сильнее. Итоги президентского многоборья в Балхаше. Правильно. Около 20 вызовов, не связанных с происшествиями, ежедневно поступает на пульт спасателей. Большинство из них – детская шалость. Специалисты предупреждают, за ложный вызов можно получить штраф. Вызвать спасателей можно по номерам 101 и 112, дозвониться можно по четырем линиям. Часто они бывают заняты из-за детского баловства. Ежедневно на пульт ЧАЭС поступает от 10 до 20 звонков от маленьких жителей города, которые таким образом играют. Спасатели предупреждают, за ложный вызов можно получить штраф в больше 35 тысяч в тенге. Кроме того, без помощи может остаться человек, который действительно в ней нуждается. Дети, играя с сотовыми телефонами, набирая экстренные службы 101-112, попадая на телефон, занимая линию, препятствуют работе экстренных служб. Хотелось бы обратиться именно к родителям детей, чтобы обращали особое внимание, чтобы дети не допускали и не совершали именно ложных звонков и хулиганства с телефоном на линию 112. В Балхаше у четверых детей с начала года выявили сахарный диабет. Количество заболевших возросло по сравнению с прошлым годом. Всего в городе с данным диагнозом на учете состоят больше 20 маленьких пациентов. Медики призывают проходить ежегодные профилактические и скрининговые осмотры. С начала 2018-го на учете по сахарному диабету первично состоят четверо детей. Возраст пациентов разный до 6 лет. Заболевания у них обнаружили при прохождении профосмотра. Основными симптомами болезни у детей являются постоянная жажда, быстрая утомляемость и снижение веса по сравнению со сверстниками. Кроме того, еще у четверых болхарских детей медики обнаружили редкие заболевания. Это ювенильный артрит, болезни желудочно-кишечного тракта и поражающие соединительные ткани. Все они получают препараты в рамках объема бесплатной медицинской помощи. Дети от рождения до 6 лет ежегодно должны проходить скрининговые осмотры, профосмотры, сдавать анализы, чтобы для выявления ранней стадии заболевания. Кроме этого, в нашей политике еще работает кабинет здорового ребенка, школа будущих мам, не планируя семей. Завтра в Балхаш приедут специалисты областного центра крови. Желающие смогут стать донорами, а взамен получат денежное вознаграждение и освобождение на день от работы. Последний раз медики из области приезжали в Балхаш около года назад. Тогда донорами стали 70 человек. В этот раз принимать будут также в центральной больнице с 9 утра до 5 вечера. Желающим нужно подготовиться заранее. Накануне вечером не есть жирное, острое, копченое, не курить за час до сдачи, меньше чем за трое суток, не принимать анальгетики и аспирин, не пить алкоголь за два дня до прихода к медикам. Сдавать кровь следует натощак. Автодорогу Балхаш-Караганда отремонтируют. Работы будут проводить поэтапно до 2020 года. Уже подписали договор о начале реализации проекта. Реконструкцию произведут на участке трассы протяженностью в 363 километра. Дорога имеет республиканское значение и считается одной из основных магистралей в сети Карагандинской области. Ремонт будут проводить поэтапно. Закончить планируют в 2020 году. На днях строительный консорциум подписал договор о начале реализации проекта в рамках коридора «Центр-Юг». В прошлом году в Казахстане родилось почти 400 тысяч детей. Около полуторы тысячи появились на свет в Балхаше. По республике перевес на стороне новорожденных мальчиков – почти 52%. В 2017 году родившихся стало больше на 20%, чем 10 лет назад. Больше всего детей на свет появились в Мангастау. В тройке лидерах также Астана и Южно-Казахстанская область. В Балхаше в прошлом году родились 1300 маленьких жителей, а это почти на 100 меньше, чем в 2016. В этом году уже прибавилось еще около 300. Коэффициент рождаемости составил 17 детей на 1000 человек населения. По республике он оказался равен 21. Составили рейтинг из самых популярных имен 2017-го. Мальчиков чаще всего называют Алихан, Айсултан и Нурислам. Среди девочек распространены имена Айзире, Раяна и Аяру. По регионам есть своя статистика. В Карагандинской области самые популярные имена Артем и Айзире. Артемом и Софией чаще всего называют детей в Костанайской и Северно-Казахстанской областях. На юге больше всего мальчиков с именем Айсултан, Алихан и Нурислам, а девочек с именами Раяна, Айзире и Амина. В школе-лицее номер 2 выбирали лучших учеников. Самых одаренных наградили благодарственными письмами и вручили им денежные призы. В актомом зале почти 120 человек – это призеры городских, областных и республиканских олимпиад, школьных конкурсов и спортивных состязаний. Лучших выбрали с каждого класса. Учеником года лицея стал выпускник Диас Рамазанов. Грамоты и именные премии получили 30 школьников. Им вручили от 2 до 8 тысяч тенге. Определили победителей в номинации «Спортсмен года», «Певец года», «Звезда Олимпа». Ученица 11 класса лицея Матишева Аяулым год обучалась в Америке по международной программе «Флекс». За это достижение ее отличили в номинации выпускник, представивший лицей миру. Я только вчера приехала из Америки. И с завтрашнего дня я начинаю учебу, буду готовиться к экзаменам. И со своими сверстниками и одноклассниками буду сдавать экзамены. А затем уже и НТ в июне. Я вообще выбираю математику и физику как свои выборочные предметы. Сегодня завершились летние президентские игры по многоборью. Два дня школьники города прыгали в длину, стреляли из пневматической винтовки и метали гранаты. Сегодня спортсмены бегали на дистанции от 60 метров до 3 километров. Результаты соревнований, эмоции участников смотрите в следующей зарисовке. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этом мы завершаем выпуск. Смотрите новости на Оркинмедиа ежедневно в 20.15 и в любое время на нашем официальном сайте orkinmedia.kz. До свидания.